На сегодняшнем совместном заседании комитетов городской думы решился вопрос сразу двух памятников. Долгожданный памятник Ивановскому меценату Дмитрию Георгиевичу Бурылину планируют открыть уже 7 сентября, как раз к столетнему юбилею его музея. Из нескольких вариантов исполнения памятника был выбран этот. Он-то и займет свое место на постаменте в литературном сквере. Сегодня предполагается, что будет истрачено на изготовление памятника 6 миллионов рублей, уже определены люди, кто финансирует памятник, уже половину суммы внесено. И 3 миллиона, мы планируем, около 3 миллионов будет в управлении благоустройства. Из бюджетных средств будет истрачено на благоустройство. Вопрос о возведении памятника Ивановскому меценату вынесен на рассмотрение городской думы. Но уже сейчас понятно, что решение будет положительным. Чего не скажешь о другом памятнике, маршалу Василевскому. Потребность и запрос жителей на установку указанного памятника среди граждан имеется. И также я уже подчеркнул общероссийские значения установки указанного памятника. К сожалению, этот вопрос не был рассмотрен перед Днем Победы, но тем не менее. Вопреки ожиданиям лоббирующих эту тему коммунистов, ни один депутат не высказался против установки в Иванове памятника маршалу Победы. Даже наоборот, решили, что памятник нужен. Но вот вопрос этот, по мнению депутатов, задан не совсем по адресу. И решения о мемориале «Дважды Герою России» должны выносить на федеральном уровне. Ну или, по меньшей мере, на региональном. К тому же он требует более тщательной проработки. Вот памятник, например, я сопоставлю. Мы Бурлину готовили, мы создали комиссию в 2013 году. И это все был длительный такой период. И просто так сейчас сказать, вот памятник надо установить. Ну, мы не против того, чтобы установить, но надо как бы тут готовить эти вопросы. Тут юридические вопросы надо решать, надо начать средства. В ходе заседания было составлено обращение в Ивановскую областную думу и правительство Российской Федерации с разъяснением проблемы. Возможно, таким извилистым путем маршал Василевский быстрее доберется до Иванова. Наталья Романова, Андрей Смивуков, РТВ Иваново.